Эти фрагменты глиняной посуды дошли до нас из античности. Увидеть и даже потрогать предметы, которыми пользовались люди в IV веке до нашей эры, сегодня можно благодаря труду археологов. Конкретно эти фрагменты греческих амфор и других предметов быта были найдены сотрудниками и студентами Нижегородского университета во время раскопок на территории Крыма. Это фрагмент лакового килика, сосуда для вина, датируется он IV веком до нашей эры, найден в античном городе Китее, соответственно, это Восточный Крым, Керченский полуостров. В данном случае у нас здесь изображение с денисийской сцены, Дионис – бог виноделия, виноградарства и бог плодородия. В данном случае изображена Минада, это спутница Диониса, и изображен сатир с рогом изобилия, который он протягивает о Минаде. Школьникам рассказывают о работе археолога и наглядно показывают результаты. Профессия и правда такая же интересная, как ее показывают в различных фильмах. Дети, увлеченные историей, всерьез задумались о будущей карьере археолога. Я сначала как-то в начале лекции думаю, нет, трудновато, а потом вроде интересно. То есть пока еще думаю, но скорее всего да. Она ассоциировалась с какими-то интересными раскопками, с работой с людьми в какой-то степени тоже. Так, в принципе, оно и оказалось, потому что это коллективный труд, как уже сказали. Получить профильное образование можно в Институте международных отношений мировой истории Университета имени Лобачевского. Студенты проводят практику на раскопках уже после первого курса. Кто-то изучает недра Нижегородской земли, другие едут на Керченский полуостров. Эта профессия будет востребована до тех пор, пока люди будут интересоваться историей. А это значит, что работа для археолога всегда найдется. Екатерина Анисимова, Илья Васенин, столица Нижний.